Доброе утро на РБК региональной новости. Мы вещаем из-за телекрам-плазы Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Районные предприятия жилищно-коммунального хозяйства Уфы фактически находятся в состоянии банкротства. Об этом заявил председатель городского совета Валерий Трофимов на заседании депутатов. Из семи районных управлений жилищного хозяйства Уфы одно ликвидировано. Это УЖХ Орджоникидзовского района. УЖХ Ленинского района находится в стадии ликвидации после банкротства. В отношении управления жилищного хозяйства Кировского района с января текущего года введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. В отношении УЖХ Калининского района с декабря прошлого года рассматривается иск о признании предприятия банкротом. Дело о банкротстве Демского УЖХ находится в арбитражном суде с августа 2020 года. Кредиторы УЖХ Советского и Октябрьского районов также намерены в ближайшее время обратиться с исками о банкротстве компаний. У Демского и Октябрьского управлений вдобавок по решениям налоговых органов заблокированы банковские счета. Сегодня финансовое положение УЖХ районов не просто тревожное. Вы все здесь руководители, все прекрасно понимаете. При обороте 1 миллиард в год иметь 850 миллионов кредиторской способности, задолженности, это фактически банкротство. По словам спикера городского собрания, мэрия Уфы не прислушивалась к предложениям депутатов по реформированию и финансовому оздоровлению жилищно-коммунальной сферы города. В Башкортостане женщины в буквальном смысле составляют прекрасную половину работающего населения республики – 47%, а средний возраст работающей женщины – 41 год. Статистику к весеннему празднику 8 марта подготовили специалисты Башстата. Всего на начало 2020 года в регионе проживало 2 миллиона 100 тысяч женщин, что составляет 53% всего населения. Представительницы прекрасной половины участвуют практически во всех видах экономической деятельности. При этом в структуре занятости женский труд преобладает в области образования – 84%, в здравоохранении и социальных услуг – 81%, в оптовой и розничной торговле, в гостиницах и предприятиях общественного питания – 65%. Согласно статистике, женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Доля женщин с высшим образованием составила 38,5%, тогда как среди мужчин только 25,5% получили диплом вуза. Среднее профессиональное образование – 47,7%, среди мужчин – 56,3%. Как сообщили в ассоциации женщин-предпринимателей Башкортостана, в целом в последние годы возросло число женщин в бизнесе. В прошлом году, с началом пандемии, многие предпринимательницы ушли в самозанятость. Однако ни одна из членов ассоциации не закрыла свое дело. Алла Кузьмина также отметила, что в республике женщины-предприниматели представлены во всех сферах, в том числе и в строительстве, и в производстве, которые традиционно считаются мужскими направлениями. Кроме того, бизнес в последнее время значительно помолодел, и не последнее значение в этом сыграло возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого с 14 лет, резюмировала руководитель ассоциации. И в продолжение темы. Индекс подарков к Международному женскому дню за год повысился на 3,3%. Эксперты Нацбанка по республике сравнили средние потребительские цены с января 2020 года по январь 2021 на самые популярные товары. Кондитерские изделия, парфюмерию, косметику, мягкие игрушки, бытовую технику и цветы. Один из самых популярных подарков – шоколад за год подешевел на 3,5%. Сказалось снижение биржевых цен на какао-бобы после роста в 2020 году, который произошел из-за ввода коронавирусных ограничений и нехватки рабочих на плантациях. В целом, кондитерские изделия подорожали на фоне роста цен на сахар и орехи. Сахар в течение года дорожал после длительного снижения цен в 2019 году, орехи же прибавили в стоимости из-за сокращения импортных поставок. В итоге шоколадные конфеты стали дороже на 1,9%, а торты – на 5,8%. Крем – один из самых универсальных подарков – потерял в цене почти 1%, а стоимость туалетной воды за год не изменилась. Причина – снижение спроса. Это же стало основной причиной удешевления мягких игрушек на 1,2%. Курсовая разница повлияла и на стоимость цветов, которые за год подорожали почти на 12%. Сказалось также удорожание логистики из-за карантинных ограничений. В целом стоимость среднестатистического подарочного набора к женскому празднику в Республике Башкортостан за год увеличилась на 3,3%. Несмотря на то, что подарки на 8 марта в этом году будут несколько дороже, чем в прошлом году, рост цен на них не превышает уровень инфляции в регионе, который в январе составил 5,2%. Расхождение индекса потребительских цен с индексом 8 марта объясняется тем, что в потребительскую корзину, на основании которой рассчитывается инфляция, входит более 550 наименований товаров и услуг. От молока и хлеба до автомобилей и авиабилетов, пояснили специалисты. А сейчас, к другой праздничной дате, 9 мая, власти Республики определились, как будет отмечаться 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте правовой информации Республики. Итак, 9 мая в Уфе пройдет торжественный парад военнослужащих, показ военной техники и ретроавтомобилей, а также патриотическая акция «Бессмертный полк». В этот день состоится церемония возложения цветов и венков в мемориальном комплексе Уфимского парка Победы. А вот 7 мая в ГКЗ Башкортостан состоится концерт. В документе также значится, что из регионального бюджета направят 344 тысячи рублей на печать открыток и приглашений для ветеранов. Отмечается, что честование фронтовиков и труженьков тыла должно пройти с соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических правил. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, рубль укрепляется к доллару и евро. Американец потерял рубль 6 копеек, курс опустился до 73 рублей 52 копеек. Евро минусует 69 копеек, курс 88 рублей 88 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 73,66 и продажа доллара в банке Наива по 73,88. Наиболее выгодный курс покупки евро в Ваке-банке по 89 рублей 2 копейки. И продажа евро в банке Наива по 89 рублей 21 копейки. На этом у меня все. Я желаю вам удачного дня. Всего доброго. До свидания.